Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1192. События дня. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. За 23 марта 2019 года. Это наше объявление об умершей сестре и четверо ребятишек осталось, и кто желает помочь. Тут все данные попросили опубликовать. Затормозите, прочитайте. Сергей пишет. Спаси Христос, отец Игнатий, небезызвестный, горящий в свое время твой горе-обличитель. Митрофан, грех грузинского происхождения, прислал объявление, где написано, что в совместной молитве в обществе Сергея Павловича может принять каждый, но он заблокирован. Что ему ответить? Сейчас от него нет никаких нападок, какие были еще год назад. От этого Митрофана. Это погресс. Я его не блокирую, потому что он присылает мне только творения богоносных отцов. Что ему написать по вопросу совместной молитвы в нашем сообществе? Я отвечаю, чтобы ни звука не издавал. Попроси Сергея принять его до первого выпада. Митрофан. Когда у вас возникают сомнения в понимании какого-то места Священного Писания, Ветхого или Нового Завета, всегда обращайтесь к творениям Святых Отцов в Православной Церкви. Только у Святых Отцов вы найдете истинные и благодатные слова Духа Святого, которые раскрывают истинный смысл Священного Писания. Сам Бог дарует истинное понимание Слова Божия. Святые Отцы – это избранные сосуды благодати Божией. Именно поэтому их толкование – свято и истина. Вот сектанты. А почему это? Ну, Бог избрал от них апостолами, пророками, в третьих – учителями. У сектантов-то нет этого. Он также по-своему. Вот у меня был этот, здесь американец, веселый молочник называет. Ну, вот. Он говорит, что в Америке 20 тысяч разных наизменований, толков, течений, как они любят выражаться, конфессии, динаминации, то есть ереси. Вячеслав, прошу болитов, сейчас рулетку захожу. Сергей Пупков. Покажи мне в Евангелии такой грех склонения к бродобритию. Тогда пойду исповедовать. Кто-то из Сергея уже слова говорит, не понял я. Да, если ты думаешь, что я буду просить, а это Рустам, если она пишет, да-да-да. Такой, говорит, брил бороду после крещения, где-то мучается, нигде на работу не принимают, и ему трудно, и вот такое дело. Если думаешь, что я буду просить и умолять тебя защитить меня в ваш чат, ты очень ошибаешься. Скоро я наберу такую силу, что тебе и не снилось даже. У меня опыт колоссальный в чтении Библии, без таких твоих занятий. Гусейн Аврустам пишет мне. А, это Сергей написал. То есть, ну, за него ходатайствовать, а он еще дальше отталкивает людей. Ну, что сказать, наверное. Мира нигде ни с кем нету. Я что-то скажу, только он у меня раз в черный список, а потом, простите, я поторопился. Простите, там, того-то, то-то сделал, того-то на работе. Надо, не надо, сказал. Гриша опять пострадал, выгнали. Ну, то есть, ну, мира нету, в душе нет мира. Ясное дело, что то жениться бы надо. Но если был, развелся, еще раз, сто раз будешь разводиться. Характер-то какой себе позволяет, если человек, мне жалко его. Я такую силу набернул. Ну, какое сам себе определение, ты такую силу-то. Друзей-то никого нету, ни одного человека. Ни одного. У нас потеряевки есть такие. Живет 10 лет, никто никогда в гости не приедет. Нигде. Сам я ребятишек тут раздавал, когда лагерь преследовали. Так тоже аппы. Так что, я отвечать за них должен? Ну, а как же не отвечать? Я 45 лет отвечал за все. Ребенок упал, сломал руку, там, утонул, сгорел, отравился. Я отвечаю? Э, нет, он никак. Ну, вот и все твоя вера. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе и сдел моих. Это так трогательно звучит, что не просто веру, и человек жив будет. К вере дела надо определить. Вера без дел мертва. Что послание Якова настолько не понравилось еретику. Мартину Лютеру, он его выбросил, просто выбросил, и все. Как не сходится писание у свидетелей Иегова, называемых лжесвидетелей под именем Иегова. А они взяли, написали свою книжку и назвали новый перевод всемирный. Иван пишет, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по Библии причащать может только священство, или об этом в Библии не сказано. И вроде есть еще цитата из Библии, где апостол Павел с трепетом относится к иудейскому первосвященнику. Я отвечу, совершая литургию, чтобы хлеб притворился в плоть Сына Божия Христа Иисуса, а виновь его причистую кровь. Это может быть только через священника, пресвитера и епископа. И больше никто всего не может совершать божественную литургию. А причащать может посвященный в это, то есть христианин. Раньше давали в руку причастие и несли домой. И могли причащать при необходимости всех христианин, как написано в житии Евдокии за 14 марта. Второй вопрос. Ответ здесь. Деяния 23.5. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник. Сказал, стена подбеленная. Ибо написано, начальствующая в народе твоем не злословь. Дмитрий, неадекватный человек. Это вот о Рустаме. Сергей Птушенко. Он мне тоже написал, а оскорблял. Я его заблокировал. Валентина, да, тут покаяния даже и близко нету. До блудного сына еще не дотягивает. Дмитрий, стал оскорблять после того, как я ему ответил, что группа Сергея Павловича, и ему нужно писать о просьбе добавить. Алекс, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мне нравится Ваша передача «Открытым оком в свете православия». Появилась надежда просветления слова Божьего. Есть кому хоть объяснить, к тому же показать, что такое православие, которое утверждено апостольским рукоположением. Благослови вас Бог. Виталий Калинников. Попы летуют, толкая в прелюбодействие глупых баб. Ну и место откуда, чего там. Дмитрий, кто это говорит? Когда это говорит? Зачем это говорит? И с какой целью? Игнатий Лапкин. То есть это я вопросы ставить попросил, каждому вопросу. Обычно после таких постов на сцену выходит роман в роликах. Рома, я любя, не обижайся. Виталий Калинников. Во всех подробностях. Бредофильса бездаря по... Прямо по Степаненко. Дмитрий. Место, где нужно просчитать. Виталий Калинников. Виталь. Это ему кто-то Дмитрий пишет, видно. У тебя до сих пор больная тема. Игнатий Тихонович тебе несколько раз напутствовал. Отпустить эту тему с прелюбодейками. Тебя прям кто-то держит и не отпускает. Я без гнева, брат. Виталий Калинников. И не отпустит. А обречать буду всегда. Врагу не пожелаю пережить это, Дмитрий. Выходи сегодня на молитву с братьями. Сейчас по-московскому. Дмитрий. Стал оскорблять после того, как я ему ответил. Что группа Сергея Павловича. Ему нужно писать о просьбе добавить. Елена. Последний видеоролик с его участием подтверждает беснование. Глаза с вами на Господи. Огради нас от некоторых людей. Роман. Он медик. Может, он имеет доступ к наркотикам? Елена. Нет. Не каждый медик, а тем более рентгенолог, не имеет доступа к наркотикам. Хулана Господа и точка. Жалость только к нему. Рома. Как победить Хулу на Бога? Духа. Слава Отца. Сыну Святому Духу. Елена. Покаянием. И потом, что за вопрос-то, как? Сергей Пупков. Хулана. Духа проститься или не проститься, я так не понял. Он написал, как есть. Вячеслав. Благодарю за молитву по рулетке. На лыше был покой. К сожалению, звук записался ужасный. Не с того микрофона. Я Сергею вчера сказал, с этим беседуют. С Садомитом-то. Ну, прям ничего не слыхать. Димитрий. Братья. Тот самый мусульманин, Камиль, в очередной раз беседует с Игнатием Тихоновичем. Ну, это вот. Показаны места какие, Алексей. Наталья. Ну, пишет теперь об этом. Что и следовало доказать. Лицемерное покаяние, как сто раз на день, будет хулить и просить прощения. Он завидует Игнатия Тихоновича и его знания с Писания. Возомнил себя апостолом Павлом Дмитрием Лемешевым. Он даже радостный, наверное, и ждал, чтобы опять на ИТ выйти в чатру летки. Дай Господи ему увидеть истинную евангельскую. Ну, там беда мусульманины. Наталья. Высказывание святителя Луки воина Ясеневского. Первое. Познать Бога. Это значит познать не всесовершенную, абсолютную любовь, всесовершенную. Второе. Молитва есть важнейшая из всех дел христианинам. Все прочие дела его малы и ничтожны, совершенно ничтожны по сравнению с делом и трудом молитвы. Третье. Стоит Христос у двери сердца каждого из вас и потихоньку, потихоньку слышит и ждет, не отворится ли дверь, не впустит ли к себе. И стоит только дверь отворить, чтобы вошел он и вечером сотворил с вами. Четвертое. Совесть дана от Бога всем, но от человека зависит слушать голос совести и следовать ему, или заглушить этот голос. Что такое совесть? Я отвечаю, тот участок души, через который слышен голос Божий. Вот еще подтверждение пришло. Пятый. Бог близок к нам, когда имеем постоянное общение с Ним в молитве и делах любви. Шестое. За жизнь, полную добрых дел и милосердия, воздастся праведный Бог славой, с честью и миром даже в этой жизни. И прежде всего, Иудею, то есть знающего Божий закон, за его верность этому закону и исполнение его. Седьмое. Есть высшая форма молитвы. Молитва без слов, вопль души к Богу, разверзающий небеса и приводящий нас в самое живое общение с Богом. Восьмое. Положите себя за правила никогда не вспоминать добрых своих дел. Совсем забывайте о них. Помните всегда только о грехах, о дурных, о делах ваших. И тогда станете смиренными, будете считать себя грешнее всех людей. А смирение есть первая и основная добродетель христианина. Ну, как это не вспоминать? Да ты должен благодарить за них и вспоминать. Наоборот. Павел перечисляет все дела, которые делал, где? И это читаем мы Тавита. Хоронил я людей, кормил, носил десятину, 1,8. Как это не вспоминать? Когда в этом прославление Бога. Это абсолютно неправильно. Для себя что-то еще особенного не сделал. Вот это. А, моли дальше. Цель жизни – совершенство в любви, в праведности. А для этого надо неустанно работать над защищением сердца своего. Одиннадцатая – молитва, которая не творит видимых, изумляющих ум наш чудес. Творит чудеса в тайне человеческих сердец. Двенадцатая – милосердие наше производит великую благодарность Богу в людях, далеких от Него. Триннадцатая – только непрестанная, как на падение копель. Молитва смягчает оледеневшие без молитвы сердца. Четырнадцатая – чтобы творить что-либо доброе, подлинно доброе, мы должны быть смиренными. Пятнадцатая – надо благодарить Бога, когда мы в немощах, в обидах, в нуждах, в притеснениях за Христа. Ибо тогда мы истинно сильны. Сборник проповедей святителя Луки и Войны Сынского. Наталья – саранча седобная, вот она где. А Крида, которой питался Ян Креститель. Я, наверное, умирала бы от голода, чем съела бы ее. Ну вот, во что бы то ни стало, выжить во что-то ни стало. Там этот Бэр Гриллс, если Виталий Калиников. Ян Креститель голову положил в обличение при любодействии. А ныне весь архиерейский собор с семнадцатого года узаконил эту мерзость. Будем молчать. Риторический вопрос не находишь, Дмитрий. Выходи на молитву. А после с Игнатием Тихосовичем снова побеседуем на эту тему. Виталий Калиников. На молитву присоединиться сложновато. Интернет плохой. Да и не дома я, в гостях. Какой хороший митрополит Сергий. Говорите, вот тоже. А он при любодейной ересе тут. Дмитрий. Понял. Знай, и ты каждый день тебя поминают в своей молитве. Виталий. Знаю, брат. Благодарю отца Игнатия и братья за молитвы. Без молитвы Игнатия Тихоновича каюк бы пришел. Сергей. Спасибо, Христос, отец Игнатий. Я написал митрополит об этом условии. Хранить безмолвие на совместной молитве. Жду его ответа. Действительно ли его душа тянется к азии существа православной веры? Или он просто подкапывается, что согласно объявлениям все могут совместно молиться, а на деле все не так. И оговорок нет об исключении из общего правила. Говорю опять. Как вы сидите в этой чате рулетки-то? Я установил себе, посмотрел пять минут, и мне хватило. Извращение через край. Ужас. Кошмар. Родни анонисты. Удалил немедленно. Все, никого нет. Не то, что друзья. Вообще никакого. Ну, посмотрел. Не такие. Да, не такие. Сергей Игнатов. Мир всем. Поскольку мной был постальный вопрос обсудить возможность допуска Гусейнова Рустика к участию в совместной молитве, то позволю заметить следующее. Врач никогда не вступает в полемику с пациентом. Как его лечить? Если больной обратился к врачу, значит, видит в нем своего спасителя. Гусейнова обращается с просьбой дать возможность реабилитировать своими перед мужами и братьями и допустить его хотя бы к совместной молитве. Он же не еретик, не раскольник, в конце концов. Но решение допуска принимает Сергей Пупков, как администратор сайта, которому Гусейн Рустик причинил обиду. Кроме того, через меня другой бывший участник нашего сайта Митрофан Грек живет в Фессалонике, а до этого в Грузии, в Узбекистане работал в сфере торговли, укоряет, что в участии, в объявлении написано о возможности каждого принять участие в совместной молитве, а на деле накось, выкусь. Тогда нужно делать оговорку в таком объявлении, чтобы не выглядеть обманщиками, вольными или невольными. Ну, так он и был допущен все. Дальше начал хулиганить, его и убрали. Первое-то условие, об этом говорится. А так дальше писать, а если попросит прощения? Да нет этого объявления. Допускаются все. И он был допущен, участвовал. Ну, начал подкапываться. Ну, нельзя так это. Вот такое дело. Ну, что сказать вчерашний день. Батюшка приехал, я с Айкием. Я вижу, он взял, ну, оделся, там, Риза, все у него. Все же поехал к кому-то, к батюшку каких-то, может, престольный праздник. Где-то он обычно ездит, по храмам служит. Здесь, в Парнавуле. Но, оказалось, не так. Он больных там посещал, всех больных. Кого-то исповедовать надо было причастить. Ну, а вещам было, как положено, в вечернюю службу перед литургией. Мы с Володей тут от соседа натаскали. Он отдал брено, помог сам. Старый дом разрушил, а новый сделал. Там жил пьяница Андрей, сосед наш. Его сдали. Андрея этого в дом презрения где-то в другом городе. Ну, будто бы так. Почему? Он пил, курил и сошел с ума. И стали бесы оккупировать его. И он давал их там бить, ломать все, что перед ним есть. Это доской ударить его. И нашли. Он уже там залез куда-то. Совершенно лишился разума. Сосед наш вплотную живет. Ну, и ушел. Нету их. Слушать ничего не хотел. Так сказать. И вот у нас подготовил участие с вашим постами. Пост разный пишет. Обманщики. Участие какое-то пост. Да нет, деньги содрать только. Ну, и вот это наш. Мой мир называется. Вот. Очень сильная система. Я ее пользуюсь. Тут и переписываться можно. Ну, наш форум. Во свете Библии тоже форум. Православный форум. Ну, и православный видеоканал. Открытый МОКом. Во свете Библии. 32 675 подписчиков. 32 225 473 просмотра. О, не туда полез. Вот сегодня я выставлял. Утром рано еще. Но ночью ночь была. Ну, вот. 125 самое большое. А в Росе тут так интересно составило. 5 просмотров. Сергей полностью парализованный. 92 просмотра. Ну, и тут больше-то ничего. Такого и нету. 84. Почему грызутся в церкви Максима Сипаненко. Ну, там больше ничего нет. Интересно. Кирилл Игумен Белодерский. За два часа нуль. Никто не пришел. Златоуст считаю. Прямо том шестой. Нуль. Никого нету. Вот так. Вот наши ресурсы. Сегодня, думаю, при честности. Как Господь благословит. И на этом, пожалуй, все. Наверное, ничего. 25 мм. Так. think...